Просмотрим методы установки подлинности объекта. Вначале мы посмотрим, чем отличается установление подлинности сообщения с установления подлинности объектов. Посмотрим, что используется для идентификации. Некоторые методы обсудим, такие как пароли разного типа, протоколы вызова-ответа, протоколы с нулевым оглашением и биометрические способы установления подлинности объекта. Давайте введем основные понятия, которые мы будем использовать в нашей лекции. Итак, установление подлинности объекта – это методика, которая позволяет одной стороне доказать подлинность другой стороны. Называется она еще «аутентификация». Объект может быть человеком, процессом, клиентом, сервером, чем угодно. Объект, который хочет доказать свою подлинность, является претендентом. Тот, кто проверяет признаки подлинности претендента, называется верификатором. То есть, в нашем случае, когда Боб пробует доказать подлинность Алисы, Алиса – претендент, а Боб – верификатор. Чем же отличаются сопоставления источника данных, таких как сообщение и установление подлинности объекта? Установление подлинности сообщения может проведено быть не обязательно в реальном масштабе времени, чаще всего как раз не в реальном. То есть, Алиса передает сообщение Бобу. Боб проверяет подлинность сообщения. Алиса может участвовать, а может, что чаще всего, не участвовать в этом процессе. То есть, все это происходит в разное время, как бы, оффлайновое взаимодействие. Теперь смотрим подлинность объекта установления. Алиса запрашивает установление подлинности. И, собственно, соединение не будет установлено до тех пор, пока Боб не опознает Алису. Таким образом, Алиса должна быть в сети обязательно, то есть онлайн. И только после того, как она опознана, то есть Боб ее верифицировал, мы можем начать передавать сообщения между Алисом и Бобой. Алисом и Бобом. Когда мы устанавливаем подлинность сообщения, то мы фактически подтверждаем подлинность только именно этого сообщения, именно этого одного сообщения. В результате, когда мы посылаем, даже самая Алиса посылает Бобу пачку сообщений, то мы каждое сообщение рассматриваем и для каждого сообщения повторяем установку подлинности сообщения. Когда мы устанавливаем подлинность объекта, то мы не повторяем проверку подлинности при каждом взаимодействии, при каждой отправке сообщений, а устанавливаем подлинность на весь сеанс. А в рамках сеанса, естественно, тогда может быть сколько угодно переданной информации, сколько угодно может быть переданных сообщений. Значит, претендент должен идентифицировать себя для верификатора. Каким образом он может сделать? Что-то должно быть секретное, что передается или не передается, что участвует в верификации. Это у нас нечто известное только претенденту, нечто, чем обладает только претендент, и нечто свойственное только претенденту. Известное. Ну, претендент знает что-то, что может сообщить, и это знает только он. Ну, естественно, верификатор может проверить это. То есть он может не знать эту информацию, но он должен иметь алгоритм для проверки этой информации. Ну, проще всего. Пароль. Это вы все знаете, как этим пользоваться. Как вариант пароля, это пин-код, который вы набираете, когда пользуетесь банковской картой. Ну, и какой-то ключ. Тоже вариант пароля, только большой и труднозапоминаемый. Нечто, чем обладает только претендент. Ну, паспорт. Мы рассчитываем, что паспорт принадлежит тому человеку, который им владеет. Водительские права. Удостоверение, карточка. Ну, все что угодно. Нечто свойственное претенденту. Ну, обычно, ну вот то, что он носит с собой, да. Подпись. Мы смотрим на подпись и считаем, что вот человек в своей подпись подтверждает, что это он. Отпечаток пальца, голос, лицо. По лицу распознавать можно. Стечатка глаза, почерк. Ну, все что угодно.